За кулисами Центра культуры Подмосковья идут последние приготовления. Школьники оттачивают номера, которые вот уже через несколько минут представят на суд жюри фестиваля конкурса «Дружба народов». У нас народ Удмурты. Очень интересно было объяснить, что у Удмуртов очень красивая одежда. У них в народном костюме очень много красного. И очень всё красиво. Мне очень нравится. На сцену вышли конкурсанты не только в удмуртских, но и татарских, украинских, черкесских, якутских и цыганских традиционных костюмах. В этом году шесть восьмых классов школы номер 19 приняли участие в фестивале-конкурсе «Дружба народов». Каждой команде предложили пройти три испытания. Рассказать о том народе изучению быта и нравов, которого она посвятила время. Затем исполнить творческий номер. И в завершении мероприятия накормить жюри национальным блюдом. Победителей ждали призы. Самое главное – это то, что они должны погрузиться в тот народ, который они представляют. Это главная задача, которую ставит Центр культуры Подмосковья. Но призы, конечно же, это дипломы, первое, второе, третье место и кубки. Но не только изучать глубже историю родной страны и населяющих её народов помогает это мероприятие, считают педагоги. Мне кажется, самое важное – это объединение. Потому что сейчас постоянно ведутся разговоры о том, что все отдельно, все разобщены. И здесь мы говорим о том, что мы все друзья. Фестиваль-конкурс «Дружба народов» существует уже более десяти лет и пользуется большой популярностью среди школьников. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.